МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягульнуржакен. Сегодня выпуски. В результате борьбы с овшами один ребенок оказался в реанимации. В поселке Садовое дети массово заразились педикулезом. По словам родителей, медсестра пыталась лечить их керосином. В шахтерскую столицу прибыла чудотворная икона Пресвятой Богородицы умягчения злых сердец. Сотни горожан посетили божественную литургию. Ежегодно 7 мая в Караганде проходит турнир по волейболу памяти Аманбека Абдыханова. Встреча в честь общественного деятеля города организуется уже седьмой раз. Жители пострадавшего от наводнения поселка Садовое вынуждены забирать своих детей в сырые дома. И все потому, что дети массово заразились педикулезом. Родители утверждают, что в борьбе с овшами медицинский работник использовал керосин. В итоге один ребенок оказался в реанимации. Фариза Аубаева с подробностями. По словам нарконат Еркен, пострадавшей девочке за вечер она упала в оморок семь раз после обработки головы таким образом. Теперь родные девочки намерены подать суд на медсестру и учителей. По словам родственников, обработку головы 16-летней девушки провели без разрешения. К тому же использовали вещество, похожее на бензин. По словам родителей, из-за этого девушка попала в реанимацию, ведь был поврежден кожаный покров головы. Они сами сказали, что мне намажут на голову керосин. Сказали, ничего не будет. Чувствовался резкий запах бензина. Три дня мне мазали на голову вот эту керосиновую смесь. Вначале ничего не было заметно, но после я упала в обморок семь раз. Смесь имела ужасный запах. Я же знаю, что есть что. Родители отмечают, что педикулезом заразились три девочки, теперь же пострадавшие от наводнения, намерены забрать всех детей в свои пока еще не обустроенные дома. Обеспокоенные жители отмечают, что доверили детей, искали помощь, а теперь боятся за них. Забрызгали голову лекарством, им сказали, что это керосин. Она сама так говорит, что был точный запах. Потом ее забрали в реанимацию в Тимиртау, туда ее положили. Из-за ожога головы она падала в обморок. Теперь родители твердо решили забрать 24 ребенка отсюда, потому что обеспокоены тем, что происходит. Ну, действительно, это же опасно. Но медицинская сестра и руководство школы свою вину не признают. Медработник утверждает, что лечила детей от педикулеза с согласия родителей, специально предназначенным средством. Директор школы отметила, что все ребята прошли полную проверку, пока педикулез выявлен только у троих. А вот что это было за средства и виноваты ли медики в обмороках девушки, выяснит специальная комиссия. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 26 апреля из Москвы в Казахстан прибыла чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». И сегодня икона прибыла в шахтерскую столицу. В Караганде миротворческий образ Богородицы будет находиться 11 и 12 мая. Сопровождают икону митрополит Астанайский и казахстанский Александр. В стенах Свято-Виденского собора состоялась божественная литургия. Здесь собрались сотни горожан, чтобы поклониться православной реликвии. Икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» является одной из самых почитаемых в православном мире. Богородицу изображают семью мечами, пронзающими ее сердце. На протяжении последних 20 лет икона непрерывно мироточит. На ее поверхности можно заметить благовонное масло, которое и обладает целебными свойствами. История этой иконы начинается около 20 лет назад и связана с прославлением Матушки Матроны Московской Лиги Святых. Тогда эту икону приобрели в Софринском магазине. Софрина, то есть это обычная литография, наклеенная на арголит. И принесли в Покровский женский монастырь. Вскоре после прославления Матушки Матроны, сразу эта икона была приложена к ее святым мощам, Матушке Матроны. И вот после этого икона стала источать из себя маслянистые благоухающие капли. Икона была куплена для домашнего употребления и принесена в обычную московскую квартиру, где находилось какое-то время. Сначала, конечно, никто не знал об этом чуде, но постепенно люди стали узнавать о том, что икона мира точит. Стали помазываться миром, получать какие-то исцеления или благодатную помощь от иконы. И тогда икону стали приглашать в разные храмы в Москву, в Подмосковье. Перед иконой Божьей Матери верующие молятся, прося Господа об исцелении душевных и физических недугов. Верующие просят вернуть любовь родных и близких, а также защитить их от напастей. Мы знали, что привезли к святыню, Богородицу. Мы пришли к святыне попросить о помощи. Мы с креста одевались из храма. Попросить о помощи ее. У нас очень много больных лежат в больнице, чтобы здоровые всем были. Чтобы здоровой нашему батюшке было. Икона Царицы Небесной объехала всю Центральную Россию. Побывала на Дальнем Востоке, Камчатке, на Алтае и Урале. Много путешествовала в святыне и по Европе. А также побывала в городах Казахстана. Эта святыня отмечена многими чудотворениями. Записаны чудеса, которые происходят от иконы. Во-первых, огромное количество людей получает душевную поддержку, укрепление, разрешение своих проблем, которые их волнуют. Есть и чудеса сверхъестественного характера. Это чудеса, связанные с неисцеленными, с тяжкими болезнями, включая онкозаболевания. И зафиксированы такие случаи, когда по молитвам людей, страдающих этими болезнями неисцельными, Матерь Божия даровала им чудесным образом полное оставление болезни. И они благодарили, славили и хвалили владычицу державную, честнейшую Херувим и славнейшую Бессравнение Серафим. Поклониться чудотворной иконе жители Караганды могут на протяжении всей ночи и до 16 часов 12 мая. Остельцы Замбаева, Лжас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 11 мая завершился прием заявлений на участие в едином национальном тестировании. О новом формате ЕНТ и о спорных вопросах тестовых билетов сегодня рассказал руководитель управления образования Карагандинской области. 7 тысяч выпускников Карагандинской области в этом году попрощаются со школьной партой. Около 5 тысяч из них изъявили желание принять участие в едином национальном тестировании. Ну а семерых выпускников освободили от сдачи ЕНТ. Это призеры и победители международных олимпиад по общеобразовательным предметам и научным проектам. С этого года Алтенбельгей будет присуждаться тем, кто подтвердил свои знания на выпускных экзаменах в школах. Стоит отметить, что и обладатели золотой медали для поступления в ВУЗы должны будут проходить единое национальное тестирование. Основным новшеством стало то, что выпускные и вступительные экзамены будут проводиться раздельно. Выпускные экзамены будут сдавать все, ну а ЕНТ только те, кто решил продолжить образование в ВУЗах Казахстана. Если выпускник школы решил не поступать в ВУЗ или поступать в зарубежный университет, то на тестирование он может не идти. В этом году ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля. В числе предметов тестирования – история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения на языке обучения и два профильных предмета. Стоит отметить и то, что по многочисленным просьбам на 20 минут увеличилось время на тест. Теперь, чтобы дать ответы на 120 тестовых вопросов, представляется 3 часа 50 минут. Экзаменационные материалы будут готовиться в Министерство образования и науки. Мы планируем, что до 27 мая эти экзаменационные материалы опечатаны, будут доставлены в Управление образованием. Далее мы будем обеспечивать доставку в каждую школу, в каждый район, в каждый город. Выпускные экзамены в школах пройдут с 29 мая по 9 июня. Выпускники 11 классов с этого года будут сдавать письменный экзамен по родному языку в форме эссе. В русскоязычных школах тестирование пройдет по казахскому языку, в казахскоязычных по русскому. Письменным также будет экзамен по алгебре и началам анализа. Устным пройдет экзамен по истории Казахстана. Например, по истории Казахстана это будут билеты. Ориентировочно порядка 20 минут будет у выпускника для того, чтобы подготовиться. Три задания. Из них первые два вопроса они будут общие теоретические, третье он будет больше творческие. Это работа по терминам, с каптами и так далее. И надо будет устно показать свои знания, рассуждать и при таком условии можно получить под наценку. Образцы тестов доступны на сайте Министерства образования и науки Казахстана, а также на сайте Национального центра тестирования. Стоит отметить, что онлайн-тесты ЕНТ были активизированы около 50 тысяч раз. Поэтому в Управлении образования надеются на высокие результаты знаний выпускников в этом году. Айнур Нурмангалиева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В столетии основания партии «Алаш» по-своему отметил Карагандинский государственный технический университет. Пятый ежегодный бал ректора в этом году приурочили к этой исторической дате. Айнур Нурмангалиева с подробностями. Карагандинский государственный технический университет – единственный карагандинский вуз, где проводится бал ректора. Станцевать здесь вальс – мечта для многих студентов. Я не соответствую дресс-коду данного мероприятия, но уж очень интересно, что там происходит. Идеичные девушки, элегантные кавалеры и дворцовый блеск интерьера. В этот вечер стоп-ар показали свои таланты в пяти видах классических танцев. Романтическое окружение вальса, озорные ритмы польки, торжественные мелодии полонеза, солидная постут менуэта и веселая мазурка. Весь этот репертуар старинных танцев был исполнен участниками на высоком уровне. В конкурсном отборе участие приняли 500 человек, и только 200 прошли испытания и вышли на дворцовый паркет. Учитывалось не только умение танцевать, но и успехи в учебе, и активность студента в общественной жизни университета. Бал полностью организовывается силами студентов, и даже постановщикам танцев ежегодно выступает один из них. Мы старались ставить более легкие танцы, чтобы было синхронно, красиво. А так сложности только были в том плане, что студенты старались не пропускать и учебу, и не пропускать репетиции, и им немного в этом плане было немного сложновато. А так в плане, в этом зале вам хорошо все было. Первый бал был организован пять лет назад к 60-летию университета. В этом году он проводится в честь столетия движения АЛАШ, 25-летия вооруженных сил и 25-летия государственных символов Казахстана. Такие мероприятия вносят свой вклад не только в интеллектуальном, но и в культурном развитии студентов, считает ректор вуза. Когда они учатся в высшем учебном заведении, в котором большое внимание уделяется не только учебе и науке, а и общественной жизни, доступу студентов, их больше тянет в этот университет. Они дальше рассказывают это своим друзьям, тем, кто с ними вместе учился, соседям и так далее. Я думаю, что это в целом будет работать положительно на имидж нашего университета. Коммерческой выгоды от этого мероприятия нет, говорят организаторы. Но тот факт, что только ради бала некоторые выпускники школ стремятся поступить в этот университет, говорит об обратном. У нас есть такие абитуриенты, всегда подходят к нам, когда на приемной комиссии спрашивают, будет ли в этом году бал, потому что вот мы хотим участвовать на балу и поступают. Потому что, как я отметила, наш университет единственный до сегодняшнего дня, который проводит бал регионов. В завершении мероприятия по итогам голосования выбраны король и корольева бала. Лучшей, по нашему наблюдению, стала самая высокая пара. Им вручены ценные призы от генеральных спонсоров вечера. Стоит отметить, что Карагандинский государственный технический университет сегодня занимает второе место в рейтинге среди технических вузов в Казахстане и стремительно приближается к рейтингу лучших высших учебных заведений мира. Айнур Нурмангалиев, Ажаслан Махулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. День военной песни состоялся в библиотеке имени Мухтара Ауэзова. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, чернобыльцы и молодежь города. Организаторы заявили, что подобные мероприятия проводятся часто, а главной целью является воспитание патриотизма у молодого поколения. В библиотеке имени Ауэзова отметили сразу две даты. Это 25-летие вооруженных сил страны и 72-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие были приглашены ветераны и молодежь города. Талгат Хасенов заявил, что таким образом хотели показать молодому поколению, как нужно почитать и уважать наших ветеранов. Ведь мирное небо над головой досталось нам не просто так. За это наши предки отдали жизни. Данное мероприятие посвящено, как говорится, Дню военной песни с участием, как говорится, представителей библиотеки имени Ауэзова. Мы постоянно с ними сотрудничаем, проводим взаимодействия. Сегодня здесь собрались представители ветеранов Великой Отечественной войны, Афганской войны, Таджико-афганских событий, Чернобыльских событий, Трудников тыла, молодежи города. Это все посвящено в честь воспитания молодежи патриотизму, именно казахстанскому, ко дню 72-й годовщины Великой Победы, 25-й годовщины вооруженных сил Ресулик Казахстана. Помимо поздравлений и выставки, ансамбль Нур-Орда спел военные и патриотические песни. Группа, состоящая из восьми человек, существует уже шесть лет. Биржан Калмаганбетов в ансамбле Нур-Орда с момента основания. Он считает, что даже через песни можно пробудить чувство патриотизма. Мы рады, что есть у нас такие ветераны, что за честь Родины, за нас мы скажем большое спасибо за них, за их подвиги. И сегодня вот за них, для них мы здесь на этой мероприятии сегодня выступаем от имени департамента внутренних дел. Союз ветеранов совместно с библиотекой Мухтара Уэзова организовывает такое мероприятие не в первый раз. С каждым годом ветеранов становится все меньше и поэтому нужно вспоминать их не только в День Победы. Ведь они подарили нам мирное небо над головой, заявили организаторы. Андрей Тенаж, Рагибаев, Исламбек Успана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Торговая сеть Скиф в Караганде представляет акции с 8 по 21 мая. Майонез 3 желания 800 грамм 385 тинге, голень индейки 1 килограмм 576 тинге. Скиф Просто сравни цены. Продолжаем выпуск. В региональном командовании Уорталых Национальной гвардии Казахстана провели торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У мемориала Жаунгерлек Данг ветераны внутренних дел и Национальной гвардии, офицеры, учащиеся кадеты 58-й средней школы и спортивной школы имени Алии Молдогуловой возложили цветы и почтили память павших на войне минутой молчания. После чего первый заместитель командующего региональным командованием вручил офицерам медали за безупречную службу. Ветераны Великой Отечественной поделились своими воспоминаниями о суровой войне и приняли поздравления от имени военнослужащих. Отдельным ветеранам были вручены благодарственные письма, памятные подарки и премии. Таким образом, мы подаем пример подрастающему поколению чтить память погибших, уважать героев Великой Отечественной войны и развивать патриотизм в направлении созидания. В Караганде состоялось открытое областное первенство по волейболу памяти отличника образования Казахской ССР почетного гражданина Жанаркинского и Абайского районов Амамбека Абдыханова. Побороться за кубок победителя и солидные вознаграждения собрались лучшие команды районов и городов Карагандинской области и спортсмены из Астаны. В нынешнем году областное открытое первенство по волейболу прошло в седьмой раз. 12 лучших команд соревновались между собой, показывая высокое мастерство. Организаторы турнира дети Амамбека Абдиханова. Амамбек Тусубханулы почетный гражданин Жанаркинского и Абайского районов. Обладатель ордена Курмен занимал руководящие должности. Он внес значительный вклад в процветание нашей страны. Сегодня дети и соратники вспоминают его как настоящего патриота своей страны. Я его очень уважал. Он не только был руководителем, но и был хорошим организатором. У него всегда был четкий и правильный взгляд. Я знаком с ним с 75-го года. Хоть и был партийным работником, занимался сельским хозяйством. Всегда поддерживал массовый спорт. И организация такого мероприятия большой труд. Сегодня эта игра в знак памяти и уважения говорит о том, что он еще жив. Все его потомки и участники молодцы. Впервые турнир по волейболу проводили в Шетском районе, в поселке Агадырь. Организаторы собирают спортсменов со всех уголков региона. Главной целью первенства является развитие спорта в малых городах области. С каждым годом число участников растет и теперь конкурс является областным. Кроме того, для участия в конкурсе приехала и команда из Астаны. Приехали участники из Астаны. В этом году мы проводили отбор среди участников. Так как число с каждым годом растет, отобрали 12 команд. Мы организаторы, подготовили денежные призы и специальные подарки для победителей и лучших участников. У нас есть свой фонд, который был создан пять лет назад, который финансирует все мероприятие. В планах у нас проводить первенство и дальше. Каждая команда целенаправленно готовилась к данному турниру. Несмотря на своих сильных соперников, победу завоевала команда волейболистов из Тимиртау и получила кубок первенства и 500 тысяч тенге. Тимиртауская команда участвует в данном мероприятии уже шестой год. В прошлом году стали первыми. А в предыдущих годах доводствовались просто участием. Команда Акжал оказалась второю. Денежное вознаграждение составило 250 тысяч тенге. А гости из Астаны заняли третье место и стали обладателями 150 тысяч тенге. Игра была непростая. Соперник очень серьезный. Участвуют игроки профессиональным, прошлым. Поэтому было непросто. Но счет на табло. Поэтому победители определены. Команда Акжал составила самую сильную конкуренцию. Все игроки на одинаковом уровне играют. Все молодцы. Поэтому кого-то конкретного не могу выделить. Пасующий очень хорошо отыграл у них. Нападение, доигровщик, сумгат. Так в принципе все на равных сыграли. Также в игре были отмечены отличившиеся игроки. Организаторы соревнования намерены проводить этот турнир регулярно и прививать любовь к спорту у подрастающего поколения. Фариза Улбаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В шахтерской столице состоялась 72-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы областной газеты. В этом году в забеге приняли участие более трех тысяч карагандинцев. Основное участие приняли школьники, а также студенты вузов и колледжей. За спортивным праздником наблюдала Асель Сызанбаева. Медина Нургалеева учится в шестом классе 101-й школы лицея. В легкоатлетической эстафете принимает участие третий раз. Немного волнуется, но с уверенностью говорит, что главное не победа. Легкоатлетическая эстафета берет начало в 1945 году. Тогда прошли первые забеги. Проводилась она по всему Советскому Союзу. Все эти годы эстафета непрерывно проходила в преддверии майских праздников, набирая всю большую популярность. Ежегодно на протяжении нескольких десятилетий горожане соревновались в центральных улицах города. Но вот уже два года эстафета проходит на площади перед Домом Дружбы. Самый длинный первый этап 900 метров. Остальные разбиты 350, 450, 500 метров. То есть это все вдоль проспекта Шахтеров? Да. Вдоль проспекта Шахтеров потом заходит на проспект Республики и потом возвращается опять на проспект Шахтеров. Главный организатор эстафеты областная газета. Участие может принять абсолютно любой желающий. Возраст не ограничен. Главное условие претенденты должны пройти медосмотр и иметь визу врача в именных заявках. Сегодня проводится традиционная наша католитическая эстафета на призы газеты. Это уже 72-е старты. Традиция зародилась еще после войны. Аж и с тех пор каждый год продолжается стала такой традицией. Подобное мероприятие это яркий пример приверженности молодежи к здоровому образу жизни, который вот уже несколько десятков лет проходит в шахтерской столице. Асель Сознабаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Саввулгстар. Редактор субтитров А.Семкин